Бывает, что последователи той или иной религии, в том числе и мировых религий, очень остро реагируют, когда кто-то отзывается о их убеждениях нелестно или грубо. Это кажется логичным, агрессивная защита, напасть ведомой правильным гневом, чтобы было неповадно плохо отзываться о том, что нам нравится, что мы считаем верным. Но буддистам, согласно прямым словам Будды Шакьямуни, не рекомендуется обижаться, испытывать возмущение или гнев, когда кто-то плохо говорит о буддизме. Разберем подробнее почему. Почему? Первый случай. Кто-то наговаривает на буддизм, утверждая, что буддизм плох, потому что, например, все буддисты стремятся совершить космический суицид, исчезнув в пустоте, или все буддисты курят травку, или молятся статуям толстого китайца. То есть кто-то утверждает то, чего нет, не было и быть не могло в буддизме. Сперва мы предполагаем, что это по незнанию. Такое вполне может быть. Вот сутра. Когда другие порицают меня, или порицают хаму, или порицают самху, то вы должны разъяснить, как неверно то, что неверно, по такой-то причине это неверно, по такой-то причине это неправильно, и нет этого у нас, и нельзя у нас этого найти. То есть, первым делом мы стремимся дружелюбно разъяснить человеку, что он, возможно, чего-то не знает. Например, с терпением и вежливо поясняем, что буддисты по обетам мирянина не употребляют наркотики и алкоголь, что просветление, оно же освобождение, это никакое не исчезновение, а напротив сбрасывание с себя тяжкого груза, постоянных тревог и невротических цепляний, которые мы на себе таскаем, и обретение полного психического здоровья. И что статуя полноватого китайца, это, собственно, китайский монах Хатей, а не Будда Шакьямуни. Поймет он это или нет, согласится или нет, это уже не наше дело, а его личное. Мы пояснили, задача выполнена. Но вот представим, что вдруг видим этот человек говорить нелепости и грубые вещи о буддизме и буддистах не по незнанию, а специально по причине его персональных мотивов, гнева, пассивной агрессии, желания разжечь рознь, желчной злобы или других его личных омрачений. И этот человек продолжает говорить все грубее и грубее, адхарме и будди самыми грязными словами. Что же делать? Посмотрим в сутре. Когда другие порицают меня или порицают Хану или порицают Санху, то вы не должны испытывать ни гнева, ни недовольства, ни неприязни в сердце. Если вы будете сердиться и горевать, то вам же будет от этого ущерб. Первое, что мы делаем, это отслеживаем свою реакцию. Так как главное, что нас интересует, это не то, что делают или говорят другие, а то, как мы на это реагируем. Если мы будем реагировать правильно, то большая часть вреда от любых действий других людей просто исчезнет. Мы обсудим, как можно лучше контролировать свою реакцию на негатив других людей в отдельном видео. В целом, в ходе практики восьмеричного пути, каждой из его частей, вы будете способны все лучше удерживать себя в равновесно спокойных или положительных состояниях. Тренироваться не реагировать, а управлять собой. Ведь вы не червяк, который просто реагирует на условия вокруг. Вы сейчас человек. Вы можете научиться не только менять мир вокруг нас, как это делает человечество, но и управлять собой, своими мыслями, умом, своим состоянием. Важно понимать, не впадать в эмоции, слушая грубую речь о буддизме, не значит, что мы просто пассивно позволяем собеседнику высказываться и сидим и слушаем. Можно ответить, но только если вы способны сделать это спокойно, вежливо, не переходя на пассивную агрессию. Если кто-то говорит дурные вещи, которые вам не нравятся, и вы знаете, что не сможете сохранить собственную доброжелательность, или сразу видите, что в этом случае отвечать что-либо абсолютно бесполезно, не слушайте и уходите. Никакого, если тебя ударят по левой щеке, стой на месте и поставь правую, здесь нет. Нет задачи терпеть и слушать оскорбления, как направленные лично на вас, так и на буддизм в целом. В буддизме нет никакого искупления через страдания, так как это не ведет к достижению нашей цели, а буддисты стремятся к устранению страданий и к счастью. Весь фокус в этой нашей практике идет не на некой форме изощренной пытки слушать грубости и оскорбления. Она бессмысленна, а мы не делаем бессмысленных вещей. Весь фокус на том, что если мы впадем в негативные эмоции, то сами пострадаем, а мы не стремимся страдать и вредить себе. Мы стремимся, напротив, достичь устойчивого, долговременного счастья. Не будет ли это пассивностью? Такая позиция – мягко пояснить, не реагировать и в крайнем случае просто замолчать и удалиться – может показаться пассивностью. Можно подумать, что если так делать, то злые люди разрушат весь буддизм и, потрясая кулаками, устремится защищать буддизм силой и грубыми словами. Иначе как же он же развалится? Но это совершенно не так. Во-первых, буддизму больше, чем 2600 лет, и со времен античности он пережил такие катаклизмы, по сравнению с которыми пассивная словесная агрессия какого-то человека – ничто. Во-вторых, буддизм держится не на общественном мнении, которое нужно защищать любой ценой, и не на внушении, а на разумных людях, которые в поисках решения находят наиболее подходящую им дорогу. И один говорящий, грубый, невежда нисколько их не отпугнет. Вот дезинформация и недостаток знаний – вот это намного большая угроза для обучения. В-третьих, в современности государства и законы защищают свободу вероисповедания и совести. Поэтому, если кто-то плохо отзывается о вашей религии, это никак ее не поколеблет, это всего лишь слова. А вот призыв к насилию, например, против буддистов – это незаконное явление в развитых и развивающихся странах. То есть, если речь вдруг пойдет о активной агрессии, к счастью, сейчас в Дхарма-центре никто не громит, а если кто-то вдруг странный начнет так делать, то логично, что стоит приложить усилия, чтобы этот преступник был найден, и наказан по всей строгости закона, никакой пассивности. В случае необходимого активного сопротивления его можно и стоит оказывать, но важно не впадать в негативные эмоции и не стремиться причинить вред. Особенно удобно попрактиковаться в беспристрастной реакции на грубые слова о буддизме в сети. Не забывайте, никто не заставляет вас сидеть и слушать, вы можете уйти, а в интернете вы вообще можете легко отправить неприятного вам собеседника в бан, в черный список и забыть о нем в ту же секунду. Как видите, впадать в негативные эмоции, гнев, ругаться, если кто-то что-то плохо сказал о буддизме, вредно для нас самих и зачастую бессмысленно. И сам Буддашик Ямуни говорил «так не делать». Поразмыслив об этом, мы убедимся, что это совершенно верная рекомендация.